Народ, всем пламя на хеллоу, приветствую вас на канале СМЛВН. Сегодня жарко-солнечный Флориды, город Нейплс. И сегодня я запишу ролик. Ребята, пожалуйста, сразу, вначале я уже глядя на заставку и название. Те, кто сегодня ждет о машинах и ценах, сори, я быстренько хочу записать ролик, который мне кажется, что можно... Можно пересылать друзьям, для тех, кто собирается кредитоваться, брать кредиты и так далее. Потому что уже несколько звонков, к сожалению, не очень положительных историй о том, как люди нарываются на всякого рода помощь. Ну, в общем, я не скажу, я не назову, что это мошенничество. Я обещал записать ролик, что я вот запишу и поделюсь. Это не мошенничество, это такая маленькая хитрость, которой пользуются люди, но некоторые пользуются, продавая информацию. В принципе, если вы там заплатили, не знаю, 500 или 1000 долларов за эту информацию, то, может быть, и не так это дорого. Но, по слухам, я знаю, что некоторые берут за это порядка там 5000 долларов, что-то такое, в общем, целое. И берут это, как правило, с тех людей, которые приехали недавно, которые не знают и не понимают, которые здесь находятся в США. Вот прямо фрешмены, так называемые. Поэтому, ребят, запишу этот ролик и хочу, чтобы вы при возможности не переплачивали деньги. Хотя, в принципе, в том случае, если вы совсем не поняли из этого ролика ничего, то найдите хотя бы то, что стоит в районе 1000 долларов. Я знаю, что в Майами ребята оказывают консалтинг за 1000 долларов. Еще что такое. Я же вам эту информацию дам совершенно безвозмездно. Можете не лайкать, не запариваться с подписями. Но кому-то, может, эта информация будет крайне-крайне полезна. Сэкономит целую кучу денег. И иногда очень большую, как выясняется. Итак, ребята, ваш любимый автомобиль, ваши первые шаги в США. Или для кого-то уже не первый, кто уже, скажем так, прожил какое-то время, но только получил сошел, собирается взять свои первые кредиты. Это касается кредит-скора и кредит-буста. Значит, кредит-скор, который требуется. У меня, ребята, я не, как сказать, не человек, который теоретически об этом знает или где-то прочел, а у меня огромное число кредитов. Мои кредиты в какой-то момент достигали там и 600, и 700 тысяч долларов. Соответственно, я их брал, отдавал там и так далее. То есть и менялся, и кредит-скор, и все на свете. Поэтому я уже на этом просто собаку сел. Делюсь личными своими знаниями, которые вот я прошел сам. Итак, в данной ситуации эти знания касаются практически всех штатов. То есть я говорю, что если я делюсь какими-то знаниями, и они касаются определенных правил Флориды, или там определенных штатов, например, системы налогообложения и так далее, то в части именно кредит-скора и кредит-бусты это справедливо для всех штатов. Но, пожалуйста, ребята, не зацикливайтесь на этом настолько серьезно. Я имею в виду для тех, кто прямо пытается максимально построить кредит-скор и там заморочится с этим чуть ли не на уровне там какой-то, не знаю, великой технологии. Ребята, можно ли взять себе кредит первый без кредит-скора? Можно. То есть когда у вас zero, когда вы только что получили social, я брал. Да, условия будут не самые привлекательные, хотя на сегодняшний день, ребята, банковская ситуация, она менялась. Она менялась от ковида до вот сегодня после ковидных времен. Сегодня рынок, в принципе, восстанавливается. Поэтому, по большому счету, вы сегодня можете себе взять кредиты, которые, в общем-то, могут быть 14%, 13%, 8%, так скажем. Ну, вот такие вот рамки. Но не забывайте, что есть две ситуации. Можно ли взять там под 3%, да можно и под 3%, можно и под 0,5%, как там говорит реклама. Но давайте исходить, что мы все люди умные и взрослые, а именно для этих людей я сейчас рассказываю. Для тех, кто просто, ну, не нашел, не попался на глаза информации, и дальше он там сам развернет и поймет, о чем идет речь. То есть если у нас Центробанк США выдает ставка там, по-моему, банкам под 5,7%, если не ошибаюсь, ну, что-то в районе таком, то все, что дешевле, это будет, соответственно, либо скидка с машины, которую может дать, либо там в программу вошьют, там, и так далее. То есть все равно те деньги, которые они берут в банке, они стоят денег. Вот Центробанк имеет ставку, которая, как бы, то есть брать деньги под 5,7%, давать под 3%, никакого в этом смысла нет. Это говорит о том, что где-то все равно дилер должен отработать, и банк должен забрать свои проценты выданные. Соответственно, там чудес не бывает, но есть моменты, когда вы можете отжать побольше дилера, или дилер согласен вам дать скидку, то есть образно, он, мол, Бога, не давать скидки, ну, здесь он даст скидку, он даст ее банку за вас и так далее. То есть это значит, что если вы будете покупать в кэш, то это, безусловно, будет еще выгоднее, скорее всего. Поэтому нюансов внутри много, и умные люди, которые с этим сталкивались, помогают. Но дело сейчас не в этом. Я не пытаюсь сейчас разоблачить банки, и тем более, что это заработок, и, собственно говоря, все зарабатывают. Я пытаюсь объяснить, что именно на кредитскоре свет клином не сошелся, потому что очень много людей объясняют вам, что вам нужно обязательно построить сначала, то есть перед тем, как взять кредит, кредитскор, который якобы вам даст там преференции и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, по себе скажу, что кредитскор не может по обыкновению быть это панацея от всего. То есть имея огромный кредитскор на большую кредитную нагрузку, мне все равно не одобряли кредит. Это значит, что вы можете быть идеальным заемщиком, у вас будет кредитный скор и так далее. У вас не будет пропущенных платежей и так далее. Но банки определяют, что у вас уже достаточно большая кредитная нагрузка, она может быть рискованной. И, соответственно, в таком случае банки, то есть все очень логично, все очень просто. И все эти ответы на поверхности. Но вам, некоторым предлагают сделать кредит-буст. Что такое кредит-буст? Это, соответственно, типа поднять или раскачать кредитную историю. И за это берут огромные колоссальные деньги. Во-первых, первое. Есть варианты, когда вы можете, благодаря, в принципе, этим получением знаний через интернет, просто кредит-скор набрали там в гугле, кредит-скор симулятор. Для этого есть множество программ. Там самые популярные есть кредит Karma, кредит Sezam, TransUnion, по-моему. То есть как только вы ведете, вам выдаст эти программки. Из них есть часть совершенно бесплатных, причем большая часть их бесплатная. Да, для этого требуется обязательно social и требуются все ваши данные, которые вы тогда забьете. Некоторые просят какую-то оплату в виде там 10 долларов, 15 долларов, 20 долларов. Ну, что-то в таком масштабе, но ни в коем случае не тысячи долларов это все дело. Соответственно, таким образом вы можете посмотреть, какие факторы влияют на вот этот вот ваш так называемый кредит-скор. Просто еще раз говорю, поднять его не значит, что у вас будет все хорошо с кредитом, все вам доброе. То есть, образно, если вы зарабатываете там 3,5-4 тысячи долларов, работая, и у вас будет прекрасный, идеальный кредит-скор, то, конечно, один кредит вам, скорее всего, дадут под нормальный процент. Но если вы просите второй, и для банка будет недостаточно ваших инкомов, так называемых, заработка, то, безусловно, какой бы кредит-скор у вас не был, вам ничего не дадут. Все будет зависеть от ваших оборотов и насколько ваш стейтмент, то есть, ваши вот эти вот предыдущие заслуги, они там влияют. Но и более того, в случае, даже если у вас прекрасная долгая кредитная история, как в моем случае, то есть, огромные займы, которые были 600, там, допустим, стали 150, долгая кредитная история, своевременный выплат, им не одобряют кредит, но при этом проценты чуточку завышают. То есть, казалось бы, я лояльный должен быть для них клиент, уже проверено все, но банк чувствует риски и, соответственно, таким образом пытается продать. Кредиты на бизнес, и вот эти россказни про кредиты на бизнес, которые можно взять на халяву или где-то, тоже забудьте, это далеко не всех касается, и бизнес должен быть не меньше двух лет, должны быть фактически обороты, фактически нормальный инком, и самое главное, у вас должен быть налог. То есть, зачастую банки и кредитные организации не смотрят на вашу показную прибыль, они смотрят на стейтменты двух лет, если мы говорим о крупных кредитованиях, и, соответственно, они смотрят, что сколько вы не заработали, а сколько вы с этого оплатили налогов, потому что именно с прибыли платится налог, и, соответственно, вы, показывая большие оплаченные налоги, показываете прибыль, ее не надо там лишний раз проверять, потому что если у вас прибыль якобы большая, а нет оплаты налогов, то, соответственно, мы сталкиваемся с ситуацией, в которой вы просто-напросто скрываете налоги, а это уже уголовка, ребята, поэтому такого быть не может. Все очень просто, все логично, вся математика расходится. Итак, давайте я вам объясню сначала вот эти вот факторы, и покажу заодно пару программок, где вы абсолютно без труда, вбив все свои данные, легко посмотрите, на какие факторы вам стоит обратить внимание, какие из них влияют больше всего на вашу кредитную историю, и как вы можете сами, без помощи кого бы то ни было, не оплачивая никому деньги, построить при необходимости свой кредитскор. То есть такое дело, знаете, откровенно говоря, что будет отличный кредитскор, тут уже одобрит, не одобрит, это уже вопрос второй, а вот если у вас совсем плохой кредитскор, или не дай бог было банкротства, то как бы тут уже точно, скорее всего, не одобрит, либо одобрит под просто hard money, так называемый, то есть под очень высокий процент. Отсутствие кредитной истории, или точнее сказать, ее недостаточная продолжительность, не так страшно, как банкротство, которое вы делали когда-либо, то есть когда-то вы не оплатили кредит и подали на банкротство. Вот это намного страшнее, и с такими людьми как бы сложно вообще организации кредитные работают. Сразу говорю, ребята, мое видео не носит никакого публицистического характера на тему, там, осмотрите, я там что-то делаю, вообще ничего не делаю, ко мне с этим обращаться не надо. Додумайте сами, просто для тех, кому вдруг понадобится эта информация, вы возьмете и сами решите в свои кредитные организации, в свои там автосалоны, или какие-то еще организации, где вы будете брать кредит, придете уже построив с пониманием того, от чего зависит и почему это дело. То есть я этим не занимаюсь, никаким бустингом, хирустингом, кредитованием, это никак ко мне не относится. Я помогаю брать кредиты на автомобиль, но это зависит не от меня, просто я знаю салоны, где менеджеры грамотно заполняют, потому что может зависеть еще ситуация от какой-нибудь ошибки, заполненной менеджером в том плане, что он просто неправильно ввел данные с ваших слов, вы его неправильно поняли. Допустим, очень часто распространенная ошибка, например, ваш инком, который у вас есть в месяц, и ваша арендная плата за квартиру, например, или ваш моргидж, то есть у кого как ипотека. Очень часто люди сообщают, например, я зарабатываю сколько, 6 тысяч долларов или 7 тысяч долларов, а сколько платите за квартиру? 3 тысячи долларов. Соответственно, у вас остается только 3 на жизнь, банк автоматически высчитывает оттуда процент, который он может вам выдать, и вы теряете. А вот то, что вы живете, например, с женой, и жена тоже работает, не каждый менеджер может подсказать. И что этот кредит, или вот это вот инком, это затрата на аренду или на ипотеку у вас делится как минимум на двоих, а если у вас еще, например, дочь наша работающая, может и на троих делиться, то тут вот вопрос того, что сколько вы платите из этих 3 тысяч, например, жена полторы и вы полторы. То есть понятно, что с вашего инкома, но если жена у вас тоже зарабатывает, то это можно разделить как минимум на 2 раза, может быть и меньше, таким образом повысив свой чистый вот этот вот доход и показав банку, что у вас доходность-то на самом деле больше, или точнее сказать, доходность ваша такая же, но затрат меньше, так как вы вдвоем с супругой платите. Например, вот просто элементарные вещи, которые, в принципе, часто грамотные менеджеры, они должны вам задать этот вопрос. Если менеджер вам задал вопрос, а вы его просто не поняли, не ответили и написали, то, соответственно, вам говорят, не одобрено, либо одобрено под неправильный процент. То есть даже вот такие вот нюансы. И поэтому, когда, допустим, я помогаю брать кредит на автомобиле, просто знаю, где менеджеры эти все нюансы уже понимают, знают, задают грамотные вопросы. Но не сотрудник дилершипа, то есть не сотрудник дилерской, не тем более сторонние люди там какие-то не могут повлиять на решение банка. Банк только сам принимает решение в первую очередь от того, что вы заполнили, и во вторую уже проанализировав данные, если клиент им интересен, или если менеджер звонит и говорит, что, ребята, там я посмотрел вот это, вот это, вот имейте в виду вот так-то с объяснением. И в таком случае вы можете получить кредитование. Вот такие вот вещи. Ну что, давайте посмотрим факторы влияющие, как можно самому бустануть свою историю просто вот из того, что если оно вам зачем-то вдруг понадобилось, и никому при этом ничего платить не придется. Итак, ребята, значит, что мы с вами здесь делаем? Мы с вами вот просто вбиваем, скажем так, вот в поисковик кредит симулятор, да, кредит скор симулятор, и, соответственно, там получаем всякие данные. То есть там вы можете, да, там многие они будут просить регистрации, ну вот, например, вот от Capital One Bank, или вот кредит скор симулятор. Вот я ничего, никаких рекомендаций давать на эту тему не буду. Вы найдете ту программу, которая вам понравится больше всего. Вот кредит карма, например, достаточно известный. Вот, например, есть кредит сезам. Ну вот я пользуюсь лично кредит сезам. Ну, опять-таки, кому как удобно, кому какая программка понадобится. Для меня кредит сезам, она вообще бесплатная. Нисколько вы ее просто скачиваете там в виде приложений и пользуетесь. То же самое кредит карма, то же самое от Capital One, все то же самое. Но, вот здесь вот у вас указан кредит скор, типа хорошо, плохо там и так далее. От этого может зависеть процент, и поэтому вам предлагают заплатить деньги. Кстати, я ни в коем случае не осуждаю людей, которые предлагают заплатить деньги. Потому что, опять-таки, если это какая-то умеренная сумма, то, ну, люди делятся информацией. У вас этой информации нет, соответственно, возьмете без информации, переплатите денег. Крымник, в свою очередь, переплатив, потеряете, да, то есть, сколько вы потеряете, там, несколько тысяч долларов, да, там, не знаю, 2-3, в зависимости от того, какой кредит вы берете. Проще заплатить тысячу и сэкономить еще две, да, то есть, если вы собрались переплачивать, то есть, у вас, скорее всего, переплатитесь тысячи три, то, как бы, ну, просто считайте. Но если вы, скажем так, способны пользоваться интернетом и можете нагуглить, то вот, давайте посмотрим. Это как раз-таки факторы, которые влияют. Обратите внимание, это я недавно, там, вот, мне человек звонит и говорит, блин, у меня будет запрос. Посмотрите, инквария, запросы, влияет всего на 10%, то есть, образно, если вы сделали запрос, вот, у вас на 10%, если у вас был кризис-кор, например, там, 700, вот, у вас там упадет, например, на, ну, на 70, честно говоря, он, конечно, на 70 не упадет, он упадет намного меньше, но вот эти вот запросы всего будут влиять, там, порядка 10% оказывать от общего влияния, да, то есть, от того, на сколько у вас он упал, то есть, там, ну, копеечное влияние. То же самое, типа кредитов, то есть, если у вас никогда не было автокредитов, а были, например, только кредитные карты, то, соответственно, да, вот, чем больше у вас различных кредитных карт, допустим, автокредит, там, кредит на что-то еще, то есть, это влияет еще на 10%. Вот эта забавная величина, которая влияет на 15%, это длина кредитной истории. Это длина кредитной истории, ребята, но она очень специфическая, то есть, например, если вы открыли себе кредитную карту в Банков Америка, там, 3 года назад, после этого, через 2 года вы взяли еще кредитную карту, то, во-первых, у вас будет среднеарифметическая, то есть, у вас будет длина кредитной истории не с первого кредита, а с вашего последнего, то есть, она будет, соответственно, если у вас первый кредит был 3 года назад, потом через 3 года вы взяли еще одну кредитную карту, то длина у вас будет 1,5 года, понимаете это? И если вы закроете предыдущий кредит, который брали 3 года назад, то у вас пойдет длина вообще с того последнего кредита, который вы брали, И таким образом у вас вот это влияние, то есть из-за этого тоже может упасть кредит скор, тоже есть такой фактор. Вот эти две самые большие величины, это депт рейтио, это, скажем так, отношение ваших собственных денег, да, то есть денег, которые вы заняли и денег, которые есть на счету. Вообще считается, что, ну это уже по практике, дальше там есть куча, скажем так, внутренних моментов, которые можете посмотреть, а что и каким образом приводит к этому влиянию, да. Соответственно, могу заранее сказать, что если у вас, допустим, остаток на одной карте там было 10 тысяч долларов, да, вы использовали из этих 10 тысяч долларов, например, 5 тысяч долларов на конец месяца, когда у вас там отражается. Причем там дата может быть не точная, она может быть плавающая в 2-3 дня, но это обычно происходит в конце месяца, или, так скажем, во второй половине месяца. Соответственно, в этот момент у вас получается, что кредитная карта пополнена, да, там всего, или там остаток вот этого доступного кредита 50%, это не очень хорошо, и кредит скоро начнет падать. А вот если же у вас остаток менее 30%, то это особо и сильно не повлияет, но в целом это достаточно влиятельный фактор. То есть старайтесь на своих кредитных картах делать таким образом, чтобы у вас ни в коем случае не падало это на момент, опять-таки. Ну, а давайте мы сразу, я оговорюсь, что если у вас даже в первый месяц у вас там, допустим, всего 50% или 60%, ничего страшного, в следующем месяце взяли, загасили, вот таким образом, кстати, и бустят. То есть берут, там, первый месяц не гасят, на второй месяц берут карту, там, почти до конца гасят на 90%, да, или там вообще полностью закрывают кредит, и у вас сразу кредит скоро подлетает, потому что влияние 30%. То есть это очень важный фактор для бустинга, когда вы пользуетесь. Но, имейте в виду, что если у вас, это, собственно, опыта рассказать, если у вас один займ, допустим, 20 тысяч долларов, и вы из него погасили все 19, да, на конец месяца, а на какой-нибудь кредитной карте, которая у вас всего там 600 долларов лимит, и вы при этом 300 всего использовали, то сама кредитная, сам кредитный калькулятор посчитает как 50%, то есть он считает в процентном соотношении, а не в деньгах, то есть образно недоплата из карты 600 долларов, недоплата в 300 будет влиять точно так же, как вы из 20 тысяч возьмете 10, понимаете, да, это очень сильный такой фактор. У меня была ситуация, когда карта Амазон, которую мне одобрили в 300 долларов, там, я ее не закрыл до конца, потому что 150 долларов всего было, и он мне понизил кредитскор, потому что, соответственно, у меня, типа, лимит по карте использован на 50%, хотя крупные кредиты у меня все там позакрывались, а вот эти вот, соответственно, вот эта мелочь, я просто даже не заметил, что там, ну, подумаешь, не закрыл там 150 долларов мелочи. Раз. И самый влияющий фактор, это, как вы понимаете, payment history, то есть это ваша история платежей, и вот он влияет, держит кредитную историю на 35%, то есть итогом мы получаем с вами, что если мы своевременно делаем все платежи и держим остаток по кредитам, ну, я имею в виду по кредитным картам, да, не менее 30%, да, то есть из всех наших, то есть если у вас там займ, например, в 20 тысяч, и на конец месяца вы закрыли 17, ну, или давайте так, по кредитным картам там займ полторы тысячи, и вы 1400 положили на счет, и только 100 долларов осталось у вас там недоплаченных кредит, то у вас подлетит тут же, запустится ваш кредитскор, и он будет уже большой. Вот такие вот факторы, на самом деле все достаточно просто, есть, и они, еще про оценка проводится, Фиска самый такой лояльный, но по нему не часто ориентируются банки, их там много факторов, ну, и вот, соответственно, видите, вот тут еще влияние, новые кредиты, типа кредитов, вот длина кредитов, то есть, ну, вот это та же самая схема, то есть, просто с описанием того, что тут нужно делать, да, вот, ну, вот так я вам наведу, сделайте все скрин экрана и переведите. То есть, видите, типа кредитов, которые, да, блядь, ну, это все неважно, то есть, если вы взяли, там, телефон в рассрочку, это тоже считается, рассрочка тоже считается, естественно, кредитом, соответственно, вы взяли кредит, ну, вот, можете зайти на сайт, вот, пожалуйста, я нашел Маннистойк, да, то есть, соответственно, блин, что тут, естойк какой-то, блин, не знаю, короче, любое, где вы просто кредит, скор, эксперименты, кредит, скор, симулятор, кредит, скор, то там вы все это найдете, вся информация, у меня, ребята, консультировать на эту тему не надо, я просто знаю, что очень многие попадают, просто имейте в виду, что решение есть, оно у вас под носом, вам не стоит заморачиваться с тем, чтобы, ну, опять-таки, если вы не хотите с тем, чтобы, там, не платить кому-то лишних денег, то вот вам, пожалуйста, но если вы не можете, то все равно, мне кажется, что такая услуга, если вы собираетесь покупать машину, например, услуга бустинга, ну, не должна стоить, там, больше, не знаю, 20-30% от сэкономленных вами денег, благодаря этой информации, которую вам предлагают купить, например, у кого-то, если это, там, в рамках тысячи долларов за консалтинг, чтобы бустить историю, ну, это одно, если это, конечно, больше, то это уже, грабеж, хотя я понимаю, что многие зарабатывают, не стесняясь, ну, ладно, ребята, вот такая информация, вот вам просто, кому надо, для тех, кому интересно, надеюсь, кому-то будет полезно, пока-пока, спасибо, что послушали, надеюсь, прям, вот, кому-то это поможет.